Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Переходы между магистралями Идут над землей Естественно дороже для подстройки Чем просто под землей прож à сб Колоссальное развитие технологии Везде все в электронном виде Везде можно посмотреть Электронную информацию Просто вверх технологий Которая сейчас проходит в мире Скажите, ну вы наверняка, вот как Одессит, смотрите на все то, что создано в Дубае, и, возможно, у вас возникают мысли о том, что нам бы в Одессе что-то бы не помешало. Вот что, например? Вот, я бы даже сказал, нам бы почти все не помешало в Одессе. Развитие инфраструктуры, идеальное дорожное покрытие, по которому просто приятно ездить, дорожная развязка, где машины спокойно могут ездить, конечно, в час пик здесь пробки большие, но, думаю, все равно это того стоит. Развитие информационных технологий, информационные покупки, можно везде рассчитаться, кредитная карточка в любом маленьком ларечке. Ну и просто все удобно, все для жителей, все для тех, кто, и все для туристов. Сереж, скажите, а правда ли, что Дубай постоянно строится, вот сейчас постоянно везде краны, везде стройки, все непрерывно растет? Везде, ну вот на каждом шагу, я раньше думал, что в Одессе у нас много стройок, на самом деле нет, здесь стройка на стройке, везде краны, краны с подсветкой, все время устроятся какие-то неимоверные такие ковши, я таких кранов даже никогда и не видел. Все строится, все быстро делается, они сейчас готовятся к выставке XBOT 2020, это международная выставка архитектуры, когда крупные страны за свои деньги строят какие-то конструкции, дома или торговые центры, и потом соревнуются, кто лучше построил. А после выставки это остается в городе, ну вот Дубай 2020 будет проходить эта выставка, и у них здесь колоссально много всяких строек, построек, ну плюс здесь будет еще проходить футбольный турнир. А что касается жилого строительства, то есть я знаю, что огромное количество людей со всего мира едут в Дубай, чтобы жить, работать, отдыхать, как они там размещаются? Это жилые кварталы какие-то есть, какие-то жилые небоскребы, что в этом плане? Жилья тут масса, это красивые такие высотки, в большинстве случаев, конечно, они малометражные, потому что здесь людей очень много, очень много людей едут на заработки, в основном это выходцы из Индии и из Пакистана, ну и конечно, поскольку они едут на заработки, они ищут дешевого жилья, и поэтому вот так они в том плане помещаются. Сереж, спасибо вам огромное, к сожалению, у нас заканчивается время эфира, и буквально напоследок несколько слов, что бы вы хотели пожелать в плане развития нашего города, нашей Одессы в будущем, в 2016 году? В Одессе я бы хотел пожелать перенимать те информационные технологии, те электронные способы взаимодействия между людьми и между правительством для того, чтобы облегчить жизнь как государственным органам в выдаче и в регуляции документов, так и одесситам для получения более комфортных услуг. Спасибо вам огромное за этот сеанс связи, мы ждем вас в Одессу, возвращайтесь, у нас правда холодно, но надеюсь, что вы вернетесь к нами и все расскажете более подробно. Спасибо, это был Сергей Курдич, на прямой связи с Дубаем, счастливо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok